Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. О монголах сохранилось достаточно много информации. Самым значимым является труд Плана Карпини «История монголов», где автор очень много внимания уделяет вооружению и тактике монгольских всадников. Из описания ясно, что в методы введения боевых действий монголы не внесли ничего нового. Конница их также делилась на тяжелую, среднюю и легкую. И использовала тактику, применявшуюся кочевниками за тысячу лет до них. Карпини дает некоторые советы о том, чем должно быть вооружено войско, сражающиеся против монголов. Все же желающие сражаться с ними должны иметь следующее оружие. Хорошие и крепкие луки, баллисты, видимо арбалеты, которых они очень боятся, достаточное количество стрел, палецу из хорошего железа или секиру с длинной ручкой. Острия стрел для лука или баллисты должны, как у татар, когда они горячие, закалятся в воде смешанной солью, чтобы они имели силу пронзать их оружие. Также мечи и копья с крючком, чтобы иметь возможность стаскивать их с седла, так как они весьма легко падают с него. Ножики и двойные латы, так как стрелы их нелегко пронзают их. Шлем и другое оружие для защиты тела и коня от оружия и стрел их. А если некоторые не вооружены так хорошо, как мы сказали, то они должны идти сзади других, как делают татары, и стрелять в них из луков и баллист. Несколько тенденциозные сведения дают нам европейские хроники о монгольском войске. Например, Матвей Парижский в Великой Хронике пишет. Они отличные лучники. Через реки переправляются в любом месте на переносных, сделанных из кожи, лодках. Они сильны телом, коренасты, безбожны, безжалостны. Они владеют множеством крупного и мелкого скота и тубунов коней. А кони у них чрезвычайно быстрые и могут трехдневный путь совершить за один день. Дабы не обращаться в бегство, они хорошо защищены доспехами спереди, а не сзади. Некий венгерский епископ тоже вносит свою лепту в описание монгольских воинов и их коней. Кони у них хорошие, но глупые. Ведь много коней следуют за ними сами по себе. Так что если один скачет верхом, то за ним следует 20 или 30 коней. Панцири у них из кожи и они прочнее, чем и железо. А точно так же конская сбруя. Они более искусные лучники, чем венгерские и командские. И луки у них более мощные. Важные сведения о тактике монгольских легковооруженных всадников сообщает нам Сигизмут Гербетштейн. Правда, они относятся к 16 веку. Но конная тактика в цепях не изменялась до этого периода. У них в изобилии имеются лошади, хотя с низкой холкой и малорослые, но крепкие, одинаково хорошо переносящие голод и работу, и питающиеся ветками и корой деревьев, а также корнями трав, которые они выкапывают и вырывают из земли копытами. Московиты уверяют, будто эти лошади под татарами быстрее, чем под другими. Эта порода лошадей называется бахмат. Седла и стремена у них деревянные, за исключением тех, которые они отняли или купили у соседей христиан. Чтобы седла не натирали спину лошадей, они подкладывают под них траву или листья деревьев. На лошадях они переплывают реки. И если убояться силы наседающих врагов, то в бегстве бросают седла, одежду и всякую другую поклажу. И оставив только оружие, мчатся во весь опор. Их оружие – лук и стрелы. Сабля у них редка. Сражение с врагом они начинают издали и очень храбро. Хотя долго его не выдерживают, а обращаются в притворное бегство. Когда враг начинает их преследовать, то при первой возможности татары пускают назад в них стрелы. Затем, внезапно повернув лошадей, снова бросаются на расстроенные ряды врагов. Когда им приходится сражаться на открытой равнине, а враги находятся от них на расстоянии полета стрелы, то они вступают в бой не в строю, а изгибают войско и носятся по кругу, чтобы тем вернее и удобнее стрелять во врага. Среди таким образом наступающих и отступающих соблюдается удивительный порядок. Правда, для этого у них есть опытные в сих делах вожатые, за которыми они следуют. Но если эти вожатые или падут от вражеских стрел, или вдруг от страха ошибутся в соблюдении строя, то всем войском овладевает такое замешательство, что они не в состоянии более вернуться к порядку и стрелять во врага. Такой способ боя из-за сходства называют пляской. Если же им приходится сражаться на узком пространстве, то такой способ боя уже не применим. И поэтому они пускаются в бегство, так как не имеют ни щитов, ни копий, ни шлемов, чтобы противостоять врагу в правильной битве. Автор ничего не говорит о тяжеловооруженных войнах, хотя известно, что кочевые народы с успехом их использовали до 17 века. Копейный бой был также характерен для монголов. Это подтверждают русские летописи и записи Рашида Аддина, где автор приводит множество случаев боя монгольских воинов на копьях в плотном строю. Кроме того, монголы широко использовали дротики, джериды и самострелы, но последние употреблялись, видимо, многочисленными наемниками из Средней Азии и Китая. Устройство армии было органически связано с существующей структурой населения государства, в чем и заключался центр тяжести Чингисовой военной системы. В основании ее были положены начало территориальности и родового быта. Каждому племени определено было пространство земли, на котором оно должно было кочевать. В каждом таком племени кибитки были соединены в десятки, сотни, а в многочисленных племенах и в тысячи, под управлением особых военно-территориальных начальников. В случаях набора войск делался наряд по одному, по два и так далее, с десятка. Последний обязан был снабдить набранных воинов положенным продовольствием и потребностями к походу. Военно-территориальные начальники при мобилизации становились строевыми начальниками, оставляя на местах заместителей. Роды и племена, смотря по их численности, выставляли строевые конные десятки, сотни и тысячи. Мелкие роды и племена, которые не могли укомплектовать целые строевые единицы, соединялись по несколько в одну родовую или одну племенную группу. Следующие по порядку войсковые единицы – десятки тысяч, тьмы или тюмени, туманы. Лишь в редких случаях могли быть составлены из людей одного племени. Обыкновенно они составлялись из разных племенных групп, выставлявших каждая по несколько тысяч, с тем, чтобы в общей сложности была тьма. Иногда способ смешения племен в строевых единицах применялся намеренно, с целью парализации племенных сепаратизмов. Так Чингисхан вел почти постоянную войну, и войну успешную, доставлявшую войскам славу и значительную добычу. То естественно, что между племенами, служившими в одних сотнях или тысячах, подвергавшихся общей опасности, разделявших общие труды и славу, рождалось братство по оружию, которое мало-помалу ослабляло племенные антагонизмы. Благодаря этой политике, многие бывшие при Чингисхане крупные племена растворились в общей массе, потеряв даже свои названия. Таким образом, часто враждовавшие между собой до Чингисхана монгольские племена, при нем в обстановке сплошных боевых успехов над внешними врагами, сливались в одну нацию, проникнутую национальным самосознанием и народной гордостью. На легкой монгольской коннице лежали обязанности охранения и разведки, маскировки намеченного боевого маневра и подготовки главного удара, а также преследования разбитого неприятеля. Тяжелая же кавалерия являлась маневренным резервом, которым противнику наносился решительный удар. Как особенность монгольской тактики, можно еще отметить, что конница на поле сражения маневрировала обыкновенно в немую, то есть не по командам, а по условным знаком, подаваемым значком флагом начальника. В ночных боях они заменялись цветными фонарями. Барабаны употреблялись для подачи сигналов только при лагерном расположении. В атаку монгольские воины бросались с диким пронзительным криком. Выступление в поход заставало армию в состоянии безупречной готовности. Ничто не упущено и каждая мелочь в порядке и на своем месте. Металлические части оружия и седловки тщательно вычищены, баклаки наполнены, неприкосновенный запас продовольствия в комплекте. Все это подлежало строгой проверке начальников, упущения строжайшие наказывались. Со временем среднеазиатского похода в армии имелись хирурги из китайцев. Монгольская стратегия при огромном масштабе расстояний и господстве преимущественно вьючного транспорта на верблюдах, незаменимых для быстрых переходов за конницы через бездорожные степи, пустыни, реки без мостов и горы, не в силах была организовать правильный подвоз с тыла. Идея же переноса базирования на области, лежавшей впереди, являлась основной для Чингисхана. Монгольская конница всегда имела базу при себе. Необходимость довольствоваться преимущественно местными средствами налагала определенный отпечаток на монгольскую стратегию. Сплошь до рядом быстрота, стремительность и исчезновение их армий объяснялась прямой необходимостью быстрее достичь благоприятных пастбищ, где могли бы нагулять тела, ослабевшие после прохождения голодных районов кони. Безусловно, избегалась затяжка боев и операций в таких местах, где отсутствуют кормовые средства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова